Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Про основное, наверное, направление вашей деятельности. Скажу прямо, я не очень хорошо знаю не то чтобы сферу общественного питания, а то, как вы ей занимаетесь. Мы не настолько много общались об этом. Как много лет и вообще как этим занялись. Я не впервые в этой студии встречаюсь с людьми, кто занимается общепитом. И всегда им говорю, прочитал несколько лет назад интервью с одним из крупных интернациональных бизнесменов, с огромным бизнесом, гостиничным, туристическим, транспортным. Его спросили, какой бизнес самый сложный. Он сказал, общепит. А общепит тяжелее нет. Как вы начали им заниматься? Какая история? Наверное, началось с того, что у меня мама 40 лет в общепите. Она работала и заведующим в многих столовых, причем длительный период. И в 2013 году мы стали открывать свой бизнес. Мама в нем не участвовала. Она была заведующей в столовой на Костинской тисфабрике. Мы открыли в автосалоне города Кирова кафе. Это небольшие буфеты, которые послуживают посетителей. Ну, так скажем, бизнес довольно интересный. Но там очень была маленькая проходимость, не очень высокая рентабельность. Поэтому в 2014 году у нас появилась идея открыть большую столовую. У нас, кстати, как раз назвали... Да, так и название появилось, да? А мы как раз сидели с ребятами и думали, как назвать. И кто-то из ребят говорит, так смотрите, у нас большой зал, у нас площадь 100 квадратных метров. Давайте назовем большая столовая. И вот и зародилась идея большая столовая. Да, вот первая открыла она дверь у нас в январе 2015 года на улице Ленина. Это был первый наш проект, он довольно крупный был для нас. Потому что, ну, так же если там в сравнении с арендными платами, то ранее, когда мы занимались небольшими кафе, вот в автосалонах, то арендная плата составляла 10-300 тысяч рублей. У нас еще был кафе, трактир на Пятницкой. Вот как раз уже мама у меня ей предложила все же уйти и поработать на себя. Открыли мы тоже там где-то 13-14 год, трактир на Пятницкой. Это была пельменная на улице Ленина. Вот, кстати, довольно популярна была пельменная. А, я помню, помню. И там была аренда 20-30 тысяч рублей у нас. На Ленина же, когда мы открывали большого стола, там аренда на старте была почти 400 тысяч рублей плюс 200 тысяч коммунальных платежей. Для меня, конечно, такой немножко стресс был, страх взять такую на себя нагрузку. Плюс персонал все же тут намного больше. Но мы все же в этот формат зашли. И, в принципе, у нас со второго месяца мы вышли в рентабельность. Столовая стала неплохо работать. Что привлекает в этом бизнесе? Ну, реально же сложно. Ну, бизнес непростой, на самом деле. Ну, не знаю, у нас, может быть, в силу возраста страха не было. Мы просто брали и делали. Не знаю, может, какая-то вера была, что все получится, потому что и хорошая локация. Ну, да, возможно, было понимание, что мы справимся, так как и мама, говорю, в общепите много работала. Она тоже работала в этой столовой с первого дня. Занималась снабжением, ну, и какими-то организационными вопросами. А дальше решили развиваться. И каждый год мы открывали плюс по одной столовой в городе Кирове. Сколько сейчас? Сейчас у нас осталось 4 столовые, да, но доходили до 7. Опять же, вот столкнулись с тем, что первая столовая, которую мы открыли на улице Ленина, она хорошо работала, в том числе, потому что хорошая локация. Ну, я считаю, что, в принципе, это был современный формат на тот период, когда мы открывались, так как мы сразу же предусмотрели и бар, и детскую зону, и зал для посетителей. Плюс мы принципиально с первого дня не проводили корпоративы и банкеты, так как у нас четкая позиция, что двери всегда должны быть открыты. Не закрывались. Да, что двери должны быть открыты. И какой-то формат у нас сложился, мы подумали, что все здорово, и сейчас будем тиражировать, и все пойдет так же. Ну, к сожалению, так не получилось. Мы следующего столова открыли в торговом центре Европейский спустя год, еще через год открыли в торговом центре Бум, еще через год у ЖК Малахит есть такой жилой комплекс на улице Московской. Ну, в какой-то момент мы поняли, что такой формат не работает, потому что хорошая локация, там, уже до вокзала столова, хорошая локация на улице Ленина, ну, в тех столовых, которые были у нас в торговом центре Европейский, так как трафик все же не такой большой, и у ЖК Малахит, там все же не хватало какой-то дополнительной концепции, и поэтому мы столкнулись с сложностями впоследствии, мы были вынуждены эти столовые продать, и сконцентрировать свое внимание на том, которые у нас в первоначальных были столовые. Я считаю, что когда либо есть у тебя какой-то очень успешный проект, и плюс есть концепция для тиражирования во всех точках города, во всех районах, это все же одна история. Но когда полного концепта нет, у нас готов признать, что его не было, мы столкнулись с сложностями и поняли, что лучше больше уделить энергии силам того, чего есть, и от этого будет больше эффективность. Слушайте, а вообще есть вот, ну, не знаю, какой-то универсальный путь успеха в общепите? Или это у каждого путь своих проб и ошибок? Ну, я не беру там, не знаю, ну, франчайзинг, наверное, да, там ты открыл Макдональдс, у тебя все там стандартизировано, да, вот это, а вот этот поиск концептов, ну, как? На самом деле путь есть, как вот мы сейчас тоже к этому пришли, ну, это качество в первую очередь, да, вот у нас, к сожалению, есть сложности с персоналом, я думаю, сейчас у всех в общепите, они с времен пандемии начались, 2020 года, очень важную роль играет персонал, и когда мы открываем сеть, например, столовых, там, 5 столовых в городе Кирове, нам очень сложно сохранить такое же качество, к примеру, как там на улице Ленина в столовой, сделать одинаковым во всех районах. Нужно идти по пути, открывать комбинат питания, к примеру, да, где будут все блюда готовятся. Стандартизированы. Да, дальше развозиться уже по точкам общепита, где люди будут доготавливать, и там будет единое качество. Мы, к сожалению, изначально этого не сделали, а делали ставку на то, чтобы сделать в каждом объекте свое качество, свою уникальность. Но вот здесь была ошибка, поэтому мы сейчас вернулись несколько шагов назад, доводим дома в тех предприятиях, которые есть, плюс сейчас тоже подошло время и ремонта, вот на улице Ленина мы там планируем такой грандиозный ремонт, обновление интерьера, а дальше будем уже дорабатывать концепцию и пытаться дальше расширяться. Ну, у нас еще есть общественное питание на предприятиях города Кирова. Корпоративное? Ну, на некоторых предприятиях, да, есть внутренняя закрытая столовая, две сотрудников предприятия, они не под брендом «Большая столовая», поэтому у нас и такой опыт есть, вот как раз ими Мамо мне сейчас занимается, а большими столовыми занимается отдельно у нас коллектив. Слушайте, а что скажете про вообще рынок общепита Кирова? То есть у нас бытует мнение, мы привыкли, ну, гордиться. Вот в отличие от многих других отраслей сфер, как бы общепитом Кирова мы гордимся, я лично там друзей, которые знакомые, коллеги приезжают, всегда знаю, куда сводить, есть выбор, есть новые объекты, даже те, кто не в первый раз приезжает. Ну, и действительно, скажем прямо, сфера в общем и целом развита в регионе неплохо, да, там есть куда сходить, есть разные форматы, вот, а вы как человек внутри рынка, да, вот, какой рынок, по вашим ощущениям, очень конкурентный, не очень, мобилизованный, ну, то есть что вот вы думаете? Ну, на самом деле я полностью согласен, что в Кирове общепит на высоком уровне, и тоже у меня все друзья, коллеги, кто приезжают из других регионов, это отмечают. Рынок конкурентный, вот, и, кстати, вот еще у многих убеждения о том, что в Кирове не хватает ресторанов, и многие рассматривают постоянно эти проекты. Ну, я тут, наверное, соглашусь, что, возможно, ресторанов, еще место для них есть в Кирове, и, ну, опять же, надо понимать, что Киров не совсем туристический регион, и многие люди, например, ходят по выходным, либо на разведку что-то, новый проект открывается, первое время он популярен, потом популярность немного спадает, не потому что плохого заведения, ну, потому что люди... Потому что нет того спроса какой-то. Ну, да, да, вот тут тоже это надо учитывать, а так, в принципе, учитывая, наверное, что у нас небольшой регион, люди все активные, инициативные, то очень много предпринимателей, которые открывают бизнес, и пускай для меня, возможно, заранее понятно, что он неуспешный, ну, вот, много знаю помещений, которые кто-то прогорел, тут же берет другую, открывает то же самое, прогорает. Берет в себя. Да, вот даже мы когда там продали торгового центра в европейском столовую, ну, у нас этот проект не шел, и я, честно говоря, не очень понимал, как он может идти, мы за символическую сумму его продали, ну, я понимал, что его сразу же купят в эту столовую, и если у этого нового предпринимателя не пойдет, у него снова купят ее. Поэтому, опять же, с одной стороны, да, конкуренция есть, и постоянно кто-то даже лезет в неуспешные проекты, и тем самым создает, возможно, там, неудобства для каких-то крупных ресторанов, кафе. Ну, опять же, я считаю, что в Кирове именно рестораны и кафе берут качество, и те, у которых качество устоявшееся, устоявшееся ими, то им, в принципе, конкуренция не страшна. Ну, вот, меня в свое время журналисты спросили, а чем я объясняю такой вот успех сферы общепита в регионе, я тогда задумался и нашел для себя ответ, наверное, в людях, да, потому что практически в каждом из успешных проектов мы знаем человека, который за ним стоит, персону, личность, и, наверное, этим в значительной степени. Что скажете про профессиональное сообщество в этом смысле? Вот общепита в регионе, какое оно? Ну, допустим, еще два года назад я бы затруднился ответить на этот вопрос. Ну, в 2020 году, когда началась пандемия, и сфера общепита стала одним из самых, наверное, пострадавших отраслей, ну, как минимум, там, попало в десятку таких отраслей, то общепитки в Кировской области, представители, они объединились, причем это все произошло спонтанно, ну, вот, стали друг друга поддерживать, создалось сообщество, и оно до сих пор существует, в том числе даже когда проблемы, так скажем, они отступили, то все равно стали предприниматели друг другу помогать, подсказывать. Познакомились уже. Да, да, стали друг другу помогать, там, где закупить мебель, там, обмениваться какой-то информацией, ну, в принципе, это показало на то, что все люди переживают за свой бизнес, за свои предприятия, за свой персонал, за коллективы, и готовы в какие-то минуты, в моменты сплочаться. Я считаю, это очень показательно. Ну, если вернуться к вопросу о том, что наимен, наимен, многих там держится, их предприятие не держится, как бы узнаваемо, то тут тоже с этим согласен. Ну, вообще, мое мнение, что в таких небольших регионах, как Киров, ну, небольшой город, каждый выбирает себе свой путь, там, кто-то, допустим, там, не знаю, там, отдыхает, развлекается, кто-то уезжает в другие регионы, кто остается в Кирове, тот в силу, наверное, своих амбиций, возможностей, там, открывает бизнес, и он хочет быть максимально полезен в этом городе. Вот, там, я смотрю, в последнее время многие бизнесы стали строить какие-то современные площадки, там, создавать инфраструктуру, ну, там, взять кофе-лайк, да, вот они, там, интересно вокруг своих павильонов создают какие-то арт-объекты. Да, пространство такое. Да, и, в принципе, вообще бизнес, там, многие это начинают делать, они хотят быть полезным для своего региона, там, ну, для своих предприятий, и поэтому, так скажем, там, владельцы этих бизнесов, координаторы, они становятся таким, символом этого бизнеса, да. Ну, да, да, олицетворяют, по сути. Ну, вот смотрите, а как считаете, это же такая, я понимаю, вопрос достаточно банальный, но мне интересно ваше личное к этому отношение, это же, как бы, ну, не просто репутация, да, это твое персонализированное, ну, такая ответственность за бизнес, да, вот, если мы все знаем, что там, рестораном или кафе таким-то занимается там человек такой-то, да, и ты приходишь, раз что-то тебе не понравилось, и ты сразу человеку там, или говоришь, или не говоришь, но держишь в голове, а, у тебя вот, как бы, там, не знаю, там, стейк прожарен плохо, да, и это ведь много таких вот, и, к сожалению, в наше общество ведь тоже надо признать, что мы благодарим-то реже, чем критикуем, благодарность считается, ну, вернее, когда все хорошо, это само собой разумеющееся, а вот если что-то не так, то надо обязательно отметить. Вот этот риск есть ведь, ну, большую столовую, может быть, не прям там, не фотография Павла Дорофеева, да, там на входе, но многие знают, собственно говоря, вот, как к этому, как с этим жить, что называется. Ну, если ответить за себя, то мне, наоборот, это приятно, и плюс, там, мне очень много сообщений приходят, какие-то отзывы и положительные, и отрицательные, там, кто-то покушал, и сразу же мне начинают писать, ну, вот, я пересылаю там заведующим у нас, там, руководителя заведующего производства, ну, мне, например, это, наоборот, нравится как-то жить, жить этим жизнью бизнеса не только... Да, нет, не мешают, а вообще у нас, на самом деле, в Кире часто бывает даже, там, со знакомыми или, там, с коллегами идем на обед, и часто говорят, пойдем не в название ресторана, а пойдем к такому-то, да, 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 так и есть. Слушайте, а какой вот, ну, мы поговорили про сферу, там, общественного питания, про самопитание, а потребитель какой в Кире? Потребитель? Кто, кто, какие люди, как они к вам приходят, зачем они приходят? Вот как вы себе портрет этого человека видите? Да, портрет, ну, даже немножко растерялся с ответом, стандартное горожание... Ну, не знаю, требовательный, или вот он из-за того, что сфера так развита, он там, ну, может, ведь, убирать, может, к вам сходить, не к вам сходить, да, там, у нас же в разных сегментах тоже достаточно большой выбор, вот какой он потребитель? Не, ну, потребитель, я считаю, у нас, ну, зачастую это, если взять сектор, там, столовых, да, это, как правило, люди, которые работают в этом районе, там, в офисах еще где-то, им просто удобно, и это необходимость, там, питаться, ходить, на вот. Что касается, насколько потребитель, там, конфликтный или нет, ну, я считаю, тут опять же, зависит и от бизнеса. Если подходить серьезно к своему делу, да, там, устранять все моменты, которые могут не нравиться потребителю, то и негатива не будет. Но вот в целом, я считаю, что у нас потребитель, ну, довольно положительный, добрый и, там, с хорошим настроем. Я как-то проходил обучение. Благодарный? Я считаю, что да. Да. Я как-то проходил обучение, вот, по маркетингу, и, там, основная тема была, это благодарить постоянно клиентов, посетителей, там, гостей. И мы пытались у себя в столовых внедрить, когда у нас администраторы зала подходили к посетителям, которые, там, были в плохом настроении, обнимали их, дарили им, там, например, тортик, грели, не грустите, все будет хорошо. Ну, честно говоря, народ у нас воспринимает это с удивлением, вот, и мы все же пришли к тому, что не надо, наверное, все же, вот, таких вещей перегибать палку, надо просто пытаться делать качественный продукт, вот, и чтобы он был более системный, нежели какие-то индивидуальные вещи. Я просто, у нас еще ешка была, столовая на улице Воровского, мы купили ее, там, несколько лет назад, но потом, опять же, продали, потому что не вписался в наш концепт, немножко другой был проект, но вот, два года мы занимались, а там аудитория, гости были, ну, там, в основном, это пожилые люди, там была более низкая наценка, ну, было такое более бюджетное, так скажем, у нас заведение, ну, вот, и как-то был свидетелем, как раз сидел в зале и увидел, что женщина ругается, что ей что-то там неправильно отбили, ну, там, на три рубля неправильно посчитали, вот, я попросил кассира, говорю, подойдите к ней, извинитесь, верните деньги и, там, угостите каким-то десертом, ну, вот, заведующая, кассира подошла, вот, при меня в зале все это осуществила, ну, вот, ну, вот, наблюдал, женщина, она, конечно, очень удивленно, долго смотрела и так и не поняла, что произошло, вот, ну, считаю, что в любом случае негатив был полностью устранен. Что сложное? Вот, такой, ну, постоянно сложное, да, там, не будем брать внешние обстоятельства, которые нам подкидывает, там, государство, там, не знаю, цивилизация, там, да, вселенная, вот, в самой работе, что сложное для вас? Ну, сложно, конечно, в первую очередь ответственность, ответственность за коллектив, всем платить зарплаты, в любом случае есть и сезонность бизнеса в Кировской области, ну, вообще в городе Кирове, я считаю, что у нас такой регион, ну, немножко заводского формата, что люди, там, например, получают зарплату, ну, у нас в столовых всегда, там, с 10 до 20 числа выручка растет, причем, там, процентов на 20-30, потом снижается в конце месяца. То есть у вас вот такая сезонность. Да, да, ну, это, как бы, причем во многих отраслях, вот, поэтому, ну, есть определенные сложности, бывают, там, с финансовыми моментами, вот, ну, в целом, я не знаю, как бы, нам нравится, чем мы занимаемся, и каких-то, там, особых сложностей, как минимум, они компенсируются каким-то, вот, положительным настроем и желанием этим заниматься. Слушайте, а сезонность календарная есть в общепите, вот, в таком массовом? Ну, вот, как раз... То есть летом все уезжают в деревню, ну, что там, на дачу и... Вот такое установлено, да, правило, как раз, что в общепите обычно летом бывает просадка, в нашем же случае, в летний период, если взять, там, Нарину на столовую, так как, там, туристические набережные, Александровский сад недалеко находится, у нас летом рост примерно 100%, зимой, там, падение в два раза, то есть мы уже подстроились под эту динамику, также торговый центр БУМ, у ЖД вокзала, там, летом пассажиропоток ЖД транспорта повышается, тоже вручка, примерно, там, на 70% возрастает. Вот, поэтому в каждом объекте все индивидуально, вот, поэтому, если к началу вернуться, когда мы начали открывать столовую за столовой, что вот такие мы там крутые, все у нас продумано, столкнулись, что, на самом деле, каждый район города, он индивидуален, в городе Кирове, город небольшой. Ну, да, есть нюансы, особенности, причем запросы потребителей, например, потребители на филейке или, там, жители, к примеру, там, района, там, торгового центра Европейского, это все же разная абсолютно аудитория, ну, вот, у них разные запросы и потребления. Павел, спрашиваю у всех предпринимателей, которые у меня в студии бывают, что вам хотелось бы или чего не хватает или что нужно, чтобы развиваться дальше? Вот, ну, давайте помечтаем в хорошем смысле этого слова. Вот, ну, понятно, что население и его платежеспособность, там, раза в три бы поднять, да, и все хорошо. Но, ну, все-таки из реального. Вот, что могло бы, там, появиться в регионе, в городе, из реального, и вы бы поняли, там, и вы бы почувствовали, что это поможет вам развивать свой бизнес? Ну, опять же, если мы помечтаем, да, было бы хорошо, если бы было больше муниципальных помещений, которые в свое время, там, город бы сохранил, и сейчас мог бы их давать в аренду на каких-то более, там, адекватных арендных ставках, потому что все же аренды у нас занимают уже очень большую часть. Площадок не хватает, да? Ну, во-первых, да, не хватает площадок. Они есть коммерческие площадки, но зачастую они очень дорогой аренды, когда мы понимаем, что, в принципе, это помещение могло бы быть дешевле в два раза в аренду. Это первый момент. Второй момент, конечно, не хватает инфраструктуры в городе, я считаю, это современных скверов, парков, для того, чтобы был больше туристический поток, чтобы люди хотели, там, в летний период оставаться в регионе, ну, и не только в летний период. Я считаю, что если больше инфраструктуры в регионе, то больше будет людей, туристов, и больше будет потребителей. Некая культура отдыха такая, да? То есть, когда ты днем не дома сидишь на диване, а ты погулял, зашел в кафе, там, нашел какой-то, ну, зашел в какой-то объект, там, не знаю, культурный, да, вот это. Ну, вот даже в парке Минекирово, да, допустим, ну, вот мы как-то размышляли, у меня тоже одна из деятельностей аттракционная в парке Минекирово. Мы не можем там позволить себе полностью за свой счет отремонтировать парк, это понятно, как бы, мне кажется, даже в городе Москва предприниматель, вряд ли бы, который занимается аттракционами. Ну, в Сокольнике Москва ремонтируют. Ну, да, это все же сложно. Вот, допустим, в парке Минекирово, да, приезжая туда, семья в летний период, летом там погуляет, вот они покатались на аттракционах, ну, допустим, в Макдональдсе съели там по бургеру, все, дальше то, что, как бы, мы делать, там, комнаты матери-ребенка нет, там, нормальных туалетов нет, ну, то есть, нет никакой инфраструктуры, где, например... Даже прут уж прямо, скажем, в таком состоянии, что гулять вокруг него не очень. Да, ну, вот, а был бы современный парк, допустим, да, представим, то там люди бы там могли проводить полдня времени, они бы параллельно бы заехали куда-то там в кафе, в столовую, покушали, но там в парке можно было бы создать больше общественного питания. Ну, то есть не хватает именно вот каких-то площадок, где люди могут проводить время в городе, в каких-то местах. Слушайте, ну, вот вы сказали, у вас еще и аттракционы, а какие еще, какой еще бизнес у Павла Дорофеева? У нас много направлений, и у нас есть... Я, как бы, часто выступаю с учрителем в разных проектах, то есть мне нравится открывать, создавать, но заниматься уже дальше текущей работой мне не очень нравится. Операционка отдаете. Да. Ну, а что можете назвать из них все-таки? Ну, вот у нас еще есть направление техосмотра, у нас несколько пунктов в городе Кирове. Первый техосмотр, название немножко прекламирую, да, этот. Есть кредитная организация, у нас больше 10 лет существует, занимаемся мы выдачей займов населения, ну, и в Кирове, и в других регионах. Ну, вот. Ну, разноформатная у вас такая история. Да, 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 и вот с аттракционами в парках города Кирова мы занимаемся, ну, и так много небольших у нас. Есть любимчики? Любимчики? Нет, ну, общественное питание мне нравится заниматься, да, и все же это, так скажем... Слушайте, это какая, прошу прощения, перебью, какая-то уникальная все-таки тема. Все говорят, что она безумно сложная, все говорят, что она там очень тяжелая, и, ну, все очень, как бы, все ее очень любят. Ну, что это? На эмоциях, на людях, которые к вам приходят, что это? Что в ней такого? Возможно, это все же какая-то и польза, ну, там, кормить людей, да, делать продукты, как-то реализовать себя. Миссия какая-то. Ну, возможно, да. Ну, у меня вообще первый бизнес был, у меня, так скажем, всегда было стремление заниматься бизнесом. Мама у меня, вот, в детстве там поваром работала, такого у меня не было. И хотелось, как бы, быть наравне там с многими друзьями, которые были из таких более, так скажем, обеспеченных семей. Я в 16 лет начинал, мы торговали мороженым в электричках. Ну, вот, в 17 лет у меня была уличная торговля мороженым, вот такие лотки. Помню, там, таскал эти морозильники, там, загружал. Там, когда мне было 19 лет, у нас было уже 20 точек мороженого в городе, а потом было 40 точек мороженого. Ну, вот, я, как бы, каждый год это тиражировал, потом занимался и, там, торговал яицами, курицей, были отделы и обувью, и чем только не занимался предпринимательской деятельностью, там, много прогорал, устроился на работу, отдавал какие-то долги, снова что-то открывал. Ну, вот, ну, с общественным питанием и вообще с питанием еще тогда это зародилось. Ну, вот, мне это было интересно. Ну, тот продукт, который, в принципе, ежедневно пользуется спросом. Второй вопрос, как его качественно организовать и передать потребителю, это, конечно, сложности есть, но мы, вроде бы, как, справляемся с ним. Ну, что, получается, такая прям self-made история, да, то есть с мороженого в электричках и до кучи бизнесов сейчас в портфеле. Ну, да, вот, начиналось тоже, путь такой был, как бы, и с падениями, и там, и с взлетами, да, сейчас более-менее все стабильно, там, не могу сказать, что у нас прямо крупный бизнес, там, что мы, там, есть к чему стремиться, ну, как минимум, есть удовлетворение, что все же те падения, взлеты и какой-то, там, студенческий опыт дал возможность сейчас что-то создать уже более стабильно, что работают, ну, и, так скажем, есть куда расти дальше. Слушайте, ну, вот, я всегда говорю, предприниматель это человек, который, как перефразирует, там, да, известную фразу, это человек, который не может не предпринимать. Да, стабильно. Его все равно, там, затянет в это, и он все равно найдет возможность проявления. Мы продолжим, мы сейчас завершим на этом первую часть программы, очень интересный разговор, во второй части будет его продолжение, ну, а пока ненадолго прервемся, программа «Разговор по делу», у меня в гостях Павел Дорофеев, соучредитель сети «Большая столовая». Авторский проект Андрея Усенко «Разговор по делу». Программа «Разговор по делу», веду я, Андрей Усенко, и у меня сегодня в студии Павел Дорофеев, соучредитель сети «Большая столовая». Павел, еще раз добрый день. Да, добрый день. Смотрите, мы с вами поговорили про такое профессиональное занятие, да, ваше, про общепит, много поговорили, но есть еще одна стезя в вашей жизни, которую вы достаточно долго, да, давнее время назад избрали, это политика. Я вообще очень жалею, что у нас в России нет института профессиональных политиков, как есть в целом ряде стран, я знаком, у нас люди в большей степени вынуждены как-то идти в политику, либо идут в нее для чего-то, да, вот вы-то как в нее попали? Ну, у меня все довольно банально, опять же, я говорю, мне всегда хочется быть активным, что-то делать, ну, вот не могу сидеть на месте, и политика для меня, это опять же, когда появился какой-то бизнес, более-менее понимание, что я могу быть более уже, так скажем, полезен, захотелось проявить себя на этой площадке, что-то сделать полезно больше, ну, и в принципе, как мне жена говорит, когда мы там что-то там планируем, она говорит, ну, с тобой бесполезно планировать, ты же все равно что-то дойдешь все увлечения, поэтому, я говорю, для меня, если там в 7-8 вечера я освободился, то для меня там любимое дело, например, съездить в округ, там, встретиться с людьми, там, с бабушками посидеть, какое-то мероприятие провести, ну, лишь бы не сидеть дома и быть постоянно в каком-то движении. Ну, я думаю, что дома-то тоже хорошо, просто все время куда-то чем-то заняться. Да, поэтому для меня политика это все же такая некая площадка, где можно больше себя реализовать, чтобы быть не только там полезным в бизнесе, а также и в других направлениях. Единственное, вот я там сначала был депутатом городской думы, потом законодательного собрания, я не могу себя отнести, наверное, к профессиональному политику, возможно, там, если с одной стороны посмотреть, если я считаю народным политиком, народным избранником, потому что я в первую очередь всегда там общаюсь с людьми, там, что они хотят, и для себя где-то, наверное, там, на втором-третьем году политической деятельности понял, что, ну, очень сложно что-то поменять на самом деле, ну, какие-то там глобальные вопросы, так как первое время у тебя наивность, ты веришь, что все можно поменять. Там я приезжаю, у меня еще округ, это и районы Кировской области, ну, вот мы там ходим с жителями, говорят, вот, Павел Олегович, тут у нас дороги нет, тут там нет медицинского пункта, я говорю, да сейчас все сделаем. Как же так? Конечно, сейчас все исправим, говорите вы, да? Я же, правда, пишу письмо там в депутаты, там, пишу какие-то запросы там, и в итоге ничего не меняется, то есть мне такие же приходят ответы, как приходят ответы людям. И вот где-то годы через два-три я осознал, что отступать нельзя, все равно надо добиваться каких-то таких серьезных проектов, потому что именно как в бизнесе трудом, убеждением можно этого добиваться. А так я для себя такую выбрал направление, там, не знаю, там, убеждение свое, что надо делать то, что я могу сделать. Ну, вот, например, занимаюсь бизнесом, я выделяю какую-то определенную часть своих средств, там, заработанных в бизнесе и тречу их там на работу в округе. То есть для меня... Ну, а получается, вот так объективно глядя назад, да, я, ну, спрошу ведь с двух точек зрения, там, и, собственно говоря, мы же понимаем, о чем говорим. Первое, ну, депутат, это все-таки, ну, это в представлении большинства людей некая там фигура, да, но мы понимаем, что в нашей современной государственной системе это, ну, не как в бизнесе, там, лицо принимающее решение, да, то есть это все-таки, ну, не верхний уровень конструкции государственной власти, скажем так, да, первое. Второе, ну, опять же, не будем там скрывать все, все понимаем, то есть вы не принадлежите там к правящей партии, как ее принято называть. Не буду тут называть оппозиционной, как бы, да, но не в мейнстриме, так скажем, что еще больше определенным образом там ограничивает возможности. Вот сами себе, оглядываясь назад, можете сказать, что, ну, получалось, получается и будет получаться, там, добиваться результата? Тут, знаете, все же надо задаться вопросом, у кого какая цель идти в политику, да. Возможно, мне проще, потому что у меня нет никаких бизнесов, которые связаны там с бюджетом и еще каким-то, то есть у меня все частные бизнесы, где взял помещение в аренду, открыл, и тут либо у тебя получилось, либо нет. Ну, вот, поэтому мне в этом плане проще. Я шел в политику чисто для каких-то удовлетворения вот своих, так скажем, реализации своих возможностей, которые у меня есть. Вот, у меня была цель быть чем-то полезным людям, ну, вот, я считаю, что у меня это получается. Вот, я говорю, я приезжаю там в район, например, куда-то в округ, я могу себе позволить, там, летом, гуляя с жителями, обсудить, что тут нужно скосить траву, тут покрасить там фасад дома, тут что-то сделать, я могу на следующий день все организовать, отправить туда своих, там, ребят, бригаду, сотрудников, и мы это все можем реализовать, вот. И мне это приятно, что я могу куда-то оказать пользу. Хорошо, а это мешает бизнесу или помогает, или вообще, как, или это параллельная история? Ну, я смог найти баланс, да. Зачастую, что периодами это мешало бизнесу, потому что в какой-то момент ты понимаешь, что уже нагрузка выросла, и когда ты хотел просто быть полезным и что-то делать, то сейчас уже люди от тебя ждут, многие стали обращаться, и ты уже начинаешь надо тратить больше времени, чем, возможно, ты рассчитывал. Ну, у меня, слава богу, получилось найти баланс, и я считаю, что в моем случае это не мешает бизнесу. И самое главное, что я всегда говорю правду избирателям, я могу сделать то, что я могу сделать. Большего я не сделаю, и люди, слава богу, это понимают в моем случае, и мне комфортно работать. Что драйвит в жизни Павла Дорофеева? Драйвит. Ну, какие-то новые достижения. А также в этом же бизнесе, вот я говорю, когда мы там каждый год открывали по одной столовой, пускай не все проекты там успешно заработали, возможно, но мне всегда получало удовлетворение, когда ты там неделю до открытия ты круглосуточно находишься на объекте, там что-то делаешь постоянно, ну вот, и когда это все открывается, ты сидишь, такое удовлетворение, не знаю, и года на два, на три хватает. А что, это созидание ощущения? То есть, ну, это же явно не про меркантильность, да, что вот сейчас мне отсюда потечет там денежный поток, я еще ни одного предпринимателя, да, прибыль важна, но еще ни один предприниматель мне не говорил, что меня драйвит то, что у меня сейчас тут толщина там кошелька будет расти. Ну, тут, знаете, лично у меня все в комплексе, да, это и о том, что мы что-то создали новый проект какой-то, да, что мы, ну, в первую очередь, что мы показываем там другим предпринимателям, что можно их там мотивировать, так скажем, для меня тоже это всегда было очень важно, но вот мы можем больше устроить сотрудников, но я думаю, что все в комплексе, ну, зарабатывание денег, это, конечно, тоже важно, потому что они, на них мы открываем дальше проекты, ну, как-то у меня так складывается, что мне особо и тратит даже некогда, мы много что срабатываем, тут же вкладываем дальше в новые проекты. А что угнетает? Ну, вот по жизни, опять же. Ну, часто бывают разочарования, опять же, что... В людях? Ну, в людях, возможно, были какие-то мысли разочарования, когда, опять же, политической деятельностью начинал заниматься, когда ты пытаешься людям, да вы что там, можно сделать все иначе, да давайте я вам расскажу, как сделать, они не делают, и ты иногда думаешь, или ты что-то делаешь полезно, там, например, просят там качели поставить, ты им ставишь качели, они говорят, блин, мог бы и две поставить. А в какой-то момент... Ну, я для себя, опять же, нашел понимание, что, ну, ведь каждый мыслит по-своему, ну, вот, и надо всегда делать то, что ты можешь делать, там, быть полезным, ну, и пытаться людям, примером тогда показывать, там, не словами, а примером, делами, что можно там быть иначе. Какой бизнес хотели бы открыть, но еще не открыли? Вот есть направление, которое прям хочется? Есть направление, идея гостиничного бизнеса, в этом направлении мы работаем в других городах, ну, в более южных городах, и есть такая мечта, чтобы лет через десять иметь в своем, так скажем, в проектах, в бизнесах несколько гостиниц, ну, я думаю, что уверен, что у нас все это получится. Ну, Киров попадет в эти территории? Ну, опять же, Киров не совсем турецкий город, и будет спрос, будет спрос, будет предложение. Пока я читаю, ну, именно вот на то, что хотим сделать мы, спроса нет в Кировской области. Слушайте, ну, объективно, объективно, и благодарю вас за этот разговор, Павел, потому что потому и приглашал в программу. Мы знаем, там, Павла Дорофеева как депутата и, там, собственника больших столовых, да. Оказалось, все глубже, интереснее, и мне было очень интересно, интересно было услышать принципы, на которых строится вот эта ваша работа. Поэтому большое спасибо, что приняли приглашение. Это была программа «Разговор по делу». У меня в гостях был Павел Дорофеев, сручередитель сети «Большая столовая», и, как оказалось, еще целого ряда бизнесов. Успехов, удачи, и пусть драйвит вас чаще, чем разочаровывает. Спасибо большое. До свидания. РАЗГОВОР ПО ДЕЛУ